здравствуйте товарищи гости и подписчики канала активный уголок так получилось что данный материал пытался записать для группы по-быстрому на телефон потом сделал дубль более расширенный опять же для канала потом сделал дубль уже не держа телефон в руках и вот дошел до момента когда все-таки рассчитываю видеокамеру штатив руки свободны будет проще что-то показать и рассказать на ваших экранах объектив уран 27 данный экземпляр как видите уже имеет следы снаружи некоего дополнительного корпуса следы обработки и это не случайно дело в том что в собранном виде данный экземпляр уже было у нового владельца пока еще владельца и надеюсь он им и останется но вернулся с так сказать с нареканиями к работе блока диафрагмы да я уже читал о том что данный блок диафрагмы может являться затворы но будем по старинке для удобства назвать эти диафрагмы так вот в чем основная проблема дело в том что данный объектив изначально в тех задачах для которых изначально планировался скорее всего был довольно не требователен к абсолютной синхронности закрытия лепестков была важна их легкость хода и перекрытия для того чтобы собственно говоря перекрыть свет однако мы люди фотографы и нам важно баки и на баке вот при такой ситуации оно получалось хоть и нестандартным но все-таки довольно таки и прямо скажем отвратительно было бы синхронным да это интересно необычно прикольно было бы здорово снимать к примеру на новый год в гирляндах или сейчас при открытой воде солнечные блики всякие лунные дорожки но как видите ну не красиво так вот данный объектив у меня находится уже несколько месяцев да я признаю что это свидетельство с моей стороны но было довольно сложно взять себя в руки разобрать и начать что-то тут крутить своими кривыми пальцами и изучать мне удалось снять два лепестка пока два несмотря на то что один из винтов располагающийся вот здесь он частично перекрывается плоскостями удалось подлезть надеюсь получится все сделать и для остальных трех была надежда что винты в торце подвесов вот их более не видно так еще более видно вот надеюсь что вот эти надеялся что вот эти винты они что-то могут регулировать но нет их удаление ни к чему не привело попытка один подтянуть друга ослабить тоже ни к чему не привела строго говоря никакого эффекта это нам не дало было так тоже надежда что вот эта гайка что-то нам даст но более внимательное изучение не буду этого скрывать даже с увеличительным стеклом привело к мысли что это всего лишь конус подшипника которым может регулироваться его так сказать жесткость может регулировать люфт и тоже нам ничего не даст тем более здесь все залиты краской и скорее всего попытка отвернуть или подтянуть приведет к поломке поскольку момент скорее всего больше чем позволяет чем может вынести деталь особенно вот эти вот заклепочки на плоскости однако вдумчиво не вдумчивое медитирование чашечкой кофе глядя на все это безобразие меня натолкнул на мысль что нам может помочь смещение проблемных блоков проблемных лепестков по окружности грубо говоря вправо или же влево причем смещение фактически она очень очень маленькая потребуется и сделать его будет не так чтобы слишком сложно всего лишь двумя действиями во первых слегка рассверлить или расфрезеровать отверстия под крепежные винты и судя по всему либо чуть-чуть раз фрезеровать вот эти отверстия либо же наоборот чуть-чуть снять металл с вот этих круглых выступов в оригинале она совпадает без зазора зазора нет пошатать вправо влево нельзя но что-то мне подсказывает что как раз такое варварское смещение по окружности может принести положительный эффект я над этим еще подумаю но судя по всему мыслю в правильном направлении и остается сейчас только получить согласование от владельца объектива и продумать непосредственно технологический процесс как все-таки разумнее поступить в данной ситуации безусловно все эти манипуляции однозначно уничтожит на корню коллекционную ценность объектива поскольку такой уран 27 не встретился впервые за всю практику других я больше не встречал но поскольку мы фотографы они коллекционеры в первую очередь то нам важно баке 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 еще раз баке каким бы противным это слово не оказалось и нет здесь абсолютно нет никакого сарказма я полностью разделяю претензии владельца объектива и на самом деле если бы сам получил что-то подобное рассчитывая иметь нестандартную картинку наверное был бы не сильно доволен как механик в данной ситуации отношусь на самом деле не так чтобы как бы это сказать как механик отношусь данной ситуации как к интересной головоломке и что-то мне подсказывают что четырехмесячная или даже уже пяти месячное лежание у меня объектива все-таки привело меня к правильному направлению мыслей и не исключено что возьмись я за дело раньше то скорее всего просто-напросто бы накосячил но сейчас чем больше обдумываю предполагаемые решения тем больше они мне кажутся верными вот так как-то так да и в общем-то и технологические решения тоже у меня какие никакие есть под этим я понимаю порядок действий выбор инструментов выбора снастки то есть как бы ситуация выглядит все более и более решаемой и скорее всего получится даже потом своими силами это дело регулировать при необходимости кроме того а почему бы собственно собственно говоря и нет остается открытым еще один вариант а именно имплантировать сюда китайский блок лиофрагмы с круглым отверстием лепестками с 15 20 в общем что-нибудь такое тем более непосредственно блок с лепестками может быть довольно небольшим поскольку линзы у нас небольшие а чем меньше блок тем стоит он дешевле хотя у меня в наличии только довольно крупный безусловно такой путь вообще начисто убьет коллекционную ценность объектива но повысить его практическую ценность в том плане что он будет более привычен большинству а значит при случае большее число людей не может заинтересоваться хотя безусловно имплантация другой диафрагмы это еще и довольно таки не слабые дополнительные расходы времени и некоторых на материал непосредственно я сейчас это дело все собираю обратно но конечно же не намертво а так чтобы можно было легко и быстро разобрать так сказать наживляю тем более что процессе работы над текущей серии у меня образовался некоторый перерыв который уходит на высыхание краски на кольцах диафрагмы работаю над тремя про 56 это клиентский и они уедут в москву но в рамках этой же мини-серии объективов занимаюсь своим лензоблоком укс 8 35 1 и он готовом виде скоро будет продажи ну наверное где-то дни через пять шесть все тело придет в законченный вид третий довольно уже такой микроскопический пунктик сегодняшнем выпуске это то что для объектива же 25 я начал полевые испытания и какие-никакие но фотографии уже есть на мой взгляд получается фотографии довольно симпатичные особенно в контур свете можно удачно поймать блики и получится очень характерные радужные лучи никакой пропаганды исключительно оптический эффект непосредственно снимки будут в группе вконтакте со дня на день возможно завтра послезавтра добавлю еще какое-то количество снимков чтобы не загружать совсем уж мало на этом сегодня все спасибо за внимание увидимся на канале объективный уголок